Подведены итоги независимой оценки государственных медицинских учреждений Пермского края. Главным контролером выступил Общественный совет при Министерстве, возглавляемый Дмитрием Жебелевым. Цель исследования – выяснить, насколько приканцы довольны качеством обслуживания в больницах и поликлиниках. Результаты оказались выше, чем ожидали эксперты. Пациенты в среднем дали высокую оценку обслуживанию. Выражаясь языком опроса, удовлетворенность составила 86,5%. Для сравнения, в позапрошлом году порядок цифр был ниже в полтора раза. Мы можем говорить о том, что мы знаем в основном, что на самом деле люди думают о больницах, поликлиниках и о тех проблемах, которые их больше всего волнуют. Общее мнение достаточно положительное, что стало неожиданным. Но в то же время появилось огромное количество рекомендаций по итогам всего этого обследования. За месяц изучили 333 лечебных заведения, провели 332 натуральных наблюдений и 221 эксперимент. Опрошены были около 5000 пациентов. Основными направлениями оценки были открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий, временные издержки, доброжелательность и вежливость работников и, конечно, качество обслуживания. Я очень довольна медицинскими услугами. Сама пользуюсь. Записалась интервью к стоматологу, мне очень понравилось. У меня сын всегда записывает через интернет. И без проблем я попадаю в больницу, и все хорошо. И вовремя, главное, я не сижу там. Вот сейчас вот сходила, да, и буквально прямо 5 минут мне все направления все выписали, сдали. Я очень довольна. Мне кажется, лучше стало, чем раньше было. По крайней мере, качество, да, оборудование лучше стало, врачи более подготовленные. Те результаты, которые мы на сегодняшний день имеем, они, с одной стороны, говорят о положительной динамике в части доступности. И, конечно, очень важно, чтобы главные врачи, чтобы врачи лечебных учреждений, они информировали пациентское сообщество о том новом, что происходит в здравоохранении, о новых формах предоставления доступной медицинской помощи. Эти изменения заметнее всего в части электронной записи, которая доступна всем. Если год назад очередь в онкологический диспансер составляла 5000 человек, то на данный момент всего 60. Исследователи сделали вывод, что уровень оценки больницы-поликлиник часто зависит не от самого учреждения, а от совокупности факторов. Освещённости дорог, ведущих к больнице, обустройства остановки общественного транспорта, дорожной разметки возле здания и так далее. Положительные изменения есть, но есть вопросы, которые нужно решать. Рекомендации, составленные для каждого медицинского учреждения отдельно, должны быть учтены в планах работы всех больниц на 2015 год. Станислав Ланов, Валерий Ермакова, Семён Соснин. Телекомпания «Ветта». Продолжение следует...